И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька. И сегодня записываю новый ролик и, наверное, последний в этой нагибаторской жёсткой красочке именно в Чемпионе. Сегодня пойдёт речь у нас, конечно же, о данной краске. Прошло уже очень много времени, и сегодня я хотел бы именно про это всё дело рассказать. Итак, хотел бы рассказать о том, чего я добился, в принципе, в игре, насколько это был удачный год последний с данной краской после его выигрыша, и вообще, в принципе, рассказать эту всю небольшую такую историю, небольшую историю киберспорта. Конечно, об этом говорить можно очень и очень много, и даже говорить о том, как мы получили данный чемпиончик. Если вам, кстати, интересно такая вот всякая нагибаторская движуха, то можете, ребят, написать по этому поводу в комментарии, что вы хотите, чтобы я записал ролик о истории, вообще, наверное, в принципе, получения данной краски, о, не знаю, там, каких-то нагибаторских моментах киберспорта или ещё что-то в этом роде. Можете по этому поводу обязательно отписать в комментарии, если вы этого прям жёстко хотите, то я запишу ролик, расскажу, и, возможно, это будет даже не один ролик, а может, это будет какая-то серия определённая из нескольких, там, не знаю, выпусков или ещё чего-то такого. Но сегодня у нас последний боёчек, и если вы смотрите данный ролик, то вы знаете на 100%, что чемпиона у меня в гараже больше нет. Это был, наверное, самый значимый и самый запоминающийся год в моей игре. Ну, в принципе, вообще в том промежутке времени, когда я играю в эту игру. И с этим связана не только краска, но и, я бы даже сказал, вся движуха на ютубе с моим участием с того времени, как я создал свой аккаунтик, конечно, я создал уже после того, как мы выиграли чемпиона, но задумывал, конечно, я всё это намного-таки раньше. И сегодня давайте вкратце, я так хотел бы рассказать, в принципе, насколько тяжёлой была не только эта краска, но и вся вообще, в принципе, история, и все мои бои в киберспорте. Как долго я шёл к этой краске, и как долго я хотел её выиграть после того, как я её выиграл. Я очень долгое время не мог поверить в то, что я выиграл. И это чувство было такое, самое, наверное, таки непонятное для меня. Вроде бы я сделал то, что я хотел, но я не верю, что я это сделал. Я не верил, что я выиграл. И не знаю, с чем это было связано. Возможно, просто потому, что гранд-финал был чересчур простой. Я ожидал для себя очень-очень потный бой. А в итоге в гранд-финале, кто не знает, мы выиграли со счётом 6-1. Давайте вкратце я так расскажу историю вообще, в принципе, межкланового чемпионата. Начался он с довольно-таки тяжёлого группового этапа, где, как вы знаете, может кто-то не знает, конечно, был у нас групповой этап, был плей-офф, был финал верхний, финал, наверное, нижний был самый такой интересный и гранд-финал. Из каких-то таких моментов я бы хотел именно выделить по данному турниру и самый, наверное, запоминающийся момент, который был вообще в данном турнире, я бы выделил самое начало, тот самый групповой этап, в ходе которого мы почти вылетели. Чуть-чуть ещё бы, и мы бы уже никогда бы не играли бы в МЧ-10, в принципе, вообще в плей-оффе, и никак не могли бы подумать, даже не то чтобы подумать, а побороться именно-таки за чемпиона, которого мы в итоге выиграли. Наверное, в частности, надо спасибо сказать, я уже давно и много раз говорил, спасибо Легису, который дал этот шанс именно выхода из группового этапа. В итоге мы ещё и выиграли чемпиона, но выйти из группы тогда реально было намного-таки сложнее, чем выиграть именно-таки данную краску, потому что у нас очень плохо начался именно групповой этап. Начался он с трёх, если я не ошибаюсь, поражений, или с двух, или с трёх поражений. И шансы после первого круга выйти были вообще просто очень минимальные, должно было очень много чего садитесь. И Легис дал шанс, но мы этим шансом, конечно, воспользовались, вышли из групповой этой стадии. Дальше нас ожидал плей-офф, осталось 8 команд в турнире. Первый бой был, если не ошибаюсь, нет, я буду ошибаться, я не помню, кто у нас был именно в первом бою плей-оффа, но мы его выиграли довольно-таки легко, я бы даже так бы сказал. Потом мы выиграли ещё и полуфинал, и вышли в финал верхней сетки, где играли уже с Вавилонами, проиграли им тогда, если не ошибаюсь, 5-2 по раундам, отправились в нижнюю сетку, и Вавилоны были на пике, наверное, своих, своей игре, своей игры, на пике своих возможностей, и делали тогда очень хорошие мувы, хорошую игру показывали, и тогда противопоставить в финале верхней сетки мы вообще, в принципе, ничего не могли. Возможно, в какой-то мере мы не были именно готовы к данному бою, может, в какой-то мере они просто психологически нас жёстко-таки задавили, и мы тот бой вытянуть никак не могли. Но было ещё много других разных причин, но об этом я сегодня, в принципе, говорить бы не хотел. После поражения в верхней сетке нас ожидал, наверное, такой самый принципиальный в какой-то мере бой, бой против International, в котором состояло много наших знакомых, много игроков тех, которые хотели тоже выйти в грант, хотели не дать нам этого шанса, но в какой-то мере они всё равно понимали, что мы выйдем, понимали, что у нас состав был тогда намного лучше, ну и в итоге бой, если не ошибаюсь, закончился со счётом 6-2 по раундам. Там ребята у нас из International забрали пару раундов, тогда к ним тоже усилились игроки Team Pointers именно-таки на трансферах после группового этапа, помогли ребятам занять топ-3, и для них это была, конечно, первая краска для многих игроков того коллектива. Сейчас уже кто-то известен более, кто-то известен менее, ну, о ком-то, короче, можно что-то слышать уже тогда, конечно, об этих ребятах никто ничего не знал, и два игрока только Team Pointers выделялись из того жёсткого нагибаторского состава. Короче, как-то так было, ну и мы дошли, конечно же, до того самого нагибаторского гранд-финала, сейчас я быстро залечу в какую-нибудь каточку, чтобы это было всё ещё по красоте, не думал, что я так долго буду сегодня мусолить, но раз уже дошли до гранд-финала, то хотелось бы сказать, что к этому гранд-финалу команда Synergy в той команде, которой я, в принципе, и выиграл данную краску, и в той команде, которая делала тогда просто очень колоссальные успехи именно вот по командной игре, насколько жёстко тогда и ответственно ребята все подошли после того самого тяжёлого группового этапа, насколько все были замотивированы выиграть именно-таки данный турнир, но я подходил к гранд-финалу в очень нестандартном для себя, наверное, нестандартной и подготовке, и, в принципе, психологически я подходил очень расслабленно, не хотел думать вообще, в принципе, о финале, потому что до этого проиграл очень много грандов, и думал в тот момент, наверное, только о том, что это простой бой, что это бой не гранд-финала какого-то, что это, не знаю, вообще, в принципе, какая-то там просто большая тренировка, и нам надо просто хорошо постараться сделать свои, конечно, какие-то правильные действия, как-то сделать всё очень чётко и забрать именно данную победу. И придя именно-таки прямо перед боем, я видел то, о чём говорили, видел, слышал, в принципе, о том настрое, слышал, как ребята вообще, в принципе, разговаривали перед боем, все были довольно-таки собраны, готовы именно выигрывать, ну а Вавилоны были с очень завышенной самооценкой, они были готовы просто, наверное-таки, зайти на карту, и чтобы им подарили, наверное, победу, даже ничего не делали. Это, конечно, получилось так, что это нам только пошло на руку, я бы так, так бы, наверное, сказал. Мы сыграли первых два раунда по их формату, по формату, который мне, конечно же, не нравится, который я не предпочитаю, сыграли на ничью рельсовый формат, ну а дальше нас ждали уже форматы второй линейки, где не было равных вообще, в принципе, там был очень большой перевес, и в каждом раунде мы показывали то, что мы готовы забирать этот бой, мы были готовы не сделать вообще почти никаких минимальных, ну, минимально там было ошибок, наверное, ну, пару каких-то там микромоментов проиграно, но, по сути, там было очень хорошее, очень грамотное, если бы я мог бы включить, если бы у меня был бы ролик с конференцией именно того гранд-финала, то там бы вы вообще не услышали бы никакой нотки паники, была очень такая взвешенная информация, все понимали, что они делают, все знали, к чему они идут и знали, как надо выигрывать, и тогда я, конечно, хотел бы, в принципе, я тогда очень много говорил после гранд-финала, что Динамит сделал очень хороший вычерк, все карты были те, которые мы тренировали, которыми мы были готовы, ну, а Вавилоны вообще, в принципе, не ожидали такого именно маппула, не ожидали, что мы готовы к таким картам, в какой-то мере они выбирали эти карты, думая, что мы их, например, тоже не тренировали, к ним не готовились, но у нас на все те карты были определенные свои нагибаторские заготовки, и в том, в тот день, в том гранд-финале мы сделали, наверное, максимум, показали то, к чему так долго шел не только я, но и другие ребята, которые еще никогда не выигрывали до этого чемпиона, и я добился того, чего я хотел, наверное, так бы я сказал, но этот год уже проходит, остается около месяца до именно года, ну, и сейчас у нас уже будет стартовать новый межклановый чемпионат, новый турнир, новый, возможно, победитель, не знаю, кто будет у нас бороться, не знаю, кто у нас сможет выиграть, по этому поводу тоже, ребят, можете отписать в комментарии, как вы думаете, кто выигрывает в МЧ-11, ну, а на этом я буду заканчивать данный ролик, такой вот он у нас получился, такой вот последний боечек нагибаторский на чемпионе, и, в принципе, что хотелось бы сказать, наверное, в конце, я сделал то, к чему я так долго шел, наверное, я выиграл то, чего я хотел, и, по сути, сейчас уже нету такого жесткого рвения, если, конечно, будет нужна моя помощь кому-то, то обязательно я помогу с чем смогу, но сейчас уже я, в принципе, всем доволен, и ни к чему такому прям жесткому нагибаторскому не стремлюсь, как стремился раньше, стремился именно выиграть данный чемпион. Поэтому как-то так, спасибо, ребят, всем за просмотр, спасибо. Всем, кто поддерживал меня тогда, поддерживай сейчас и будет поддерживать в будущем. Спасибо вам, ребятки, все, что вы есть. Кто еще, ребят, вдруг не подписан на канал, то обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Если не поставили лайкосик данному ролику, то обязательно поставьте его, как я уже сказал, если вам интересны все вообще, в принципе, бои, какие-то, не знаю, там, турниры, в которых мы участвовали, если вы хотите, чтобы я что-то определенное рассказал, рассказал вообще, не знаю, там, о каких-нибудь игроках, например, команды или еще о чем-то, то обязательно пишите по этому поводу в комментарии. Если мне понравятся ваши идеи, то обязательно я запишу по этому поводу ролик. Ну, а у меня на этом все сегодня. Спасибо, ребят, всем, кто посмотрел. Всем удачи и всем пока, друзья! Спасибо.